Не дожидаясь срочных вызовов, с наступлением холодов сотрудники МЧС стали чаще наведываться к одиноким и пожилым менчанам, которым сложно справляться с обслуживанием дома. Помимо контроля за соблюдением пожарных норм, спасателям часто приходится выполнять роль помощников. Как защитить слабых от зимних опасностей узнавала Алена Сырова. Есть кто? О, собачка. В этом доме Чита Хомчик прожила более четверти века. В нынешнем году пара отпраздновала 65-летие совместной жизни. Мария Алексеевна и Михаил Павлович друг к другу единственная поддержка. Трое сыновей по состоянию здоровья не частые гости в родительском доме. Поэтому справляться с бытовыми трудностями приходится самостоятельно, опираясь лишь на трость и вторую половину. Самое меньшее помогаю. Сегодня как раз туда убирал. По вторникам приходится, девчина хоть как доберут. Уже лучше. Визиту сотрудников МЧС пенсионеры удивились. Однако приняли гостеприимно. Любой помощи и вниманию здесь признательны. Даже собака-жучка при виде людей в форме сменила гнев на милость и позволила осмотреть домовладение хозяев. Сотрудники МЧС отметили наличие неработающих пожарных извещателей. В частном доме, где живут одинокие престарелые люди, а отопление газовое, отсутствие таких мер безопасности может стать роковым. Отлично. Если что-то, не дай бог, произойдет, вот так он и будет сигналить у вас. Это значит, что надо покинуть дом и вызвать спасателей. К сожалению, таким людям, как семья Хомчик, важнее работающий телевизор, нежели исправный пожарный извещатель. Впрочем, и эту проблему сотрудники МЧС ликвидировали. Коротать зимние вечера людям, которые редко выходят за пределы дома, будет гораздо приятнее. Наша основная задача, конечно же, прежде всего, помогать людям. Поэтому, посещая такие домовладения, мы, конечно же, обращаем внимание на вопросы пожарной безопасности. Но прежде всего, мы помогаем людям устранить эти недочеты по пожарной безопасности. Ну и, конечно же, оказать помощь в таких житейских вопросах, как принести воды, наколоть дров в печь, если требуется. Ну и, конечно же, заменить батарейки в автономном пожарном извещателе. Люди, потерявшие здоровье и оставшиеся без поддержки близких, всегда в поле зрения сотрудников МЧС. Но специалисты призывают не быть равнодушными всех минчан. Ведь если о помощи не просят, не значит, что в ней не нуждаются. О том, как важно внимание, убедились Алена Сырова и Игорь Синюта специально для столичных подробностей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok